Всем привет, это канал History Time. Учебный год начался, я заболел, вот наконец-то выбрался на работу и начинаю снова выкладывать ролики, так сказать новый сезон. И почему бы не начать с мира? С человека, который покорил мир и призывал к отказу от насилия. И речь сегодня пойдет об одном из главных деятелей в истории Индии, Махатма Ганди. Запасайтесь чаем, кофе, всем чем хотите и настало время истории. Ганди, человек, известный во всем мире, про которого снято много фильмов, рассказано очень много историй. Он номинировался на Нобелевские премии и при этом хотел только одного мира и независимости для своего народа. Махандес Карамчанд Ганди родился 2 октября 1869 года. Его отец занимался коммерцией, был политиком, даже в одно время министром штата. И это в будущем поможет Ганди, в общем-то, находить язык с высокопоставленными чиновниками в Индии. От матери же Ганди воспринял религию, вообще вот эти все обряды, богослужения, всей семьей ходили в храм. И, в общем-то, религия вот с самого детства, она была вокруг Ганди. Помимо этого, родители его были вегетарианцами. И, собственно, Махатма Ганди сам был всю жизнь убежденным вегетарианцем. Когда Махандес учился в школе, за ним не наблюдали каких-то особых успехов в учебе, да и он особо ничем не интересовался. Но уже обучаясь в высшей школе, все изменилось, его заинтересовала юриспруденция, и он отправился на учебу в Великобританию. А в 1888 году стал студентом университетского колледжа Лондона. По возвращению домой молодой человек решил изучить свою страну, проблемы ее и так далее. Он путешествовал на поездах, в грязных вагонах, видел нищету, уныние, злость и понял, что проблем много. С юридической практикой у него не заваливалось, и благодаря отцу он отправляется в Южную Африку, где подключается к общественному движению, которое боролось за права индийцев. И в это время он задумывается, а как же отстаивать права граждан, но при этом так, чтобы это не было насильственно, да, чтобы это было мирно. И тут ему помог труд Льва Николаевича Толстого. Вот такая вот история. Более того, они с Ганди переписывались, и постепенно Ганди выработал свою систему, которая называлась Сатья-Кхара. В общем, это соединение двух слов. Сат — это истина, а Акхара — это твердость. Тут даже он название, короче, придумать не мог, и объявил конкурс, типа, да, ну, даже денег дадим, если придумать название. Выиграл его вдвоемный племянник, и, в общем-то, вот название появилось. Его взгляды пришлись по уше очень многим в Индии и даже за пределами Индии, и, в общем-то, с подачи людей у него появилось прозвище. Его стали как раз-таки именовать Махатма, да, что переводится как «Великая душа». В 1915 году, вернувшись на родину, в общем-то, Ганди начинает борьбу за независимость Индии, которая посвятит, ну, всю жизнь почти. Но не все политики в верхах Индии были за Ганди, да, многие его поддерживали, но были и те, которых все, в принципе, устраивало. Ну, да, народ бедствует, да, нищета, но, в принципе, британцы платят, все хорошо, вот вам, пожалуйста, мы сидим, получаем деньги, ну, как бы, мне хорошо, моей семье хорошо, зачем, в общем-то, что-то менять. Философия Ганди говорила вот о чем. Ненасильственное сопротивление, гражданское неповиновение, неповиновение, отказ от почести и титулов Великобритании, отказ от работы на госслужбе, в милиции, полиции, ну, неважно, в армии, и отказ покупать британские товары. В 1919 году состоялась первая мирная, ну, как оказалось, мирная акция, потому что массовая забастовка с лозунгами, там, о мире, о независимости, о свободе превратилась, в общем-то, в акцию агрессии, начались столкновения с полицией, и, в общем, по итогу Ганди отправился в тюрьму на 6 лет, ну, в тюрьме, он, кстати, будет не один раз, и, как бы, всё, его вычеркнули из политики Индии, и думают, ну, всё, посидел парень в тюрьме, сейчас выйдет и успокоится. Но для Ганди это была возможность доработать, да, свою систему, посмотреть, почему не получилось, что не получилось и так далее, что он, собственно, и сделал. А когда он вышел, он основал ашрам, обиди для бедных. И нуждающиеся приходили туда, слушали его, да, и становились его последователями. Особенно это касалось неприкасаемых, да, одной из главных его целей было сделать так, чтобы неприкасаемая вот эта вот низшая-низшая каста Индии, да, она, ну, не вызывала такую проблему людей, чтобы к ним относились по-человечески. Народ ежедневно собирался послушать Ганди, но была проблема там в том, что он очень тихо говорил, и, в общем-то, слышали его только те, кто впереди сидят, но собирались большие толпы людей, несмотря на это, потому что его харизма, она, как бы, доносилась до всех. Понимаете, ну, есть такое, знаете, у людей, вот, ну, харизма. А как объяснить? Да, такой вот дар, да, своей речью, даже очень тихой, внушать какое-то убеждение, да, давать людям возможность понять и возможность проникнуться, пойти за тобой. Вот у Ганди это было. Его идеи извлекали все большее количество людей. Чем жестче вели себя британцы, тем больше сторонников было у Ганди. Он сам устраивал различные походы, да, пропагандируя ненасилие. Например, соляной поход, когда он со своими сторонниками прошел 390 километров, к нему во время этого похода все время присоединялись люди. По окончанию участники стали выпаривать соль, да, из морской воды, и при всем при этом выступали против того, чтобы платить налог на соль, да, потому что там нарушения были монопольные. И, в общем, показывали тем самым, что мы против, вот мы мирно идем, шествуем и как бы не поддерживаем то, что происходит. Ганди, кстати, опять арестовали, но, несмотря на это, протесты шли еще год, пока его, в общем-то, не отпустили. В 1942 году прошла, например, тоже массовая акция неповиновения, движение «Вон из Индии», которая, в общем-то, цель главная была в тот момент это договориться с британцами о независимости, британцы этого не хотели, арестовали всех лидеров правительства, Ганди под домашний арест отправили, и народ стихийно стал выходить на митинги, на забастовки, и в итоге вот все это было подавлено. Опять же, началась агрессия, но, тем не менее, британцы уже стали понимать, что Индию, в общем-то, им не удержать, и Индия все дальше от них уходит. И в итоге в 1947 году была объявлена независимость Индии, которая, правда, разделилась на Индию и Пакистан. Началось вооруженное противостояние между мусульманами и теми, кто исповедовал индуизм. Ганди объявил о голодовке, и после того, как он это объявил, вооруженный конфликт закончился. На самого Ганди покушались за его жизнь три раза. Интересно два последних случая. Второй случай был с самодельной бомбой, и никто никогда не пострадал, бросили бомбу. Ну а непосредственно убийство произошло в 1948, как и, собственно, второе покушение. После плодотворного дня работы над Конституцией Индии Ганди вечером проводил традиционную молитву. Люди сбегались к нему, чтобы упасть в ноги. И убийца, собственно, тоже вместе с людьми побежал. Звали его Надхурам Годзе, и он выстрелил три раза в Ганди. Две пули прошли насквозь, третья попала в легкое рядом с сердцем, и, в общем-то, Ганди спасти не успели. Но при этом Ганди жестом успел убийцу простить. То есть, в принципе, после второго покушения ему предлагали давать ему охрану усилием, но он отказался. «Если мне суждено, я умру с улыбкой на лице», сказал Ганди. Ну и вот, собственно, таким образом он и погиб. Как оказалось позднее, убийца действовал не один, это был заговор большой группы, восемь человек, да, организатор и, собственно, исполнитель были повешены, остальные получили сроки. Причина убийства — это раскол Индии, в чем обвиняли Ганди, да, что вот, типа, независимость, Пакистан и Индия, да, теперь два государства, и, в общем-то, мы недовольны, а Ганди, в общем-то, не против. Вот поэтому надо его убить. Теперь по традиции о фактах. Начнем с личной жизни. Будущего политика женили в 13 лет. Собственно, своей женой он прожил всю жизнь. У него было четверо детей и, в общем-то, мало он занимался воспитанием. Ну, это понятно, да, у него там молитва и политика, и, в общем, беспокойство о независимости Индии. Но, тем не менее, брак у него был крепким. Ничего материального и вещественного Ганди никогда не интересовало. Махатма, в принципе, ходил всегда босиком, да, всегда в накидочке, простенько, и никак не выделялся. Даже вот на прием к королю Великобритании он пришел также, в общем-то, в накидке и в штанах таких очень простых. Ничего его не смущало. У него был такой стиль. Все, что ему жертвовали, он все время отправлял на благотворительность, как мы сейчас сказали бы. Один из самых известных фактов — это два письма от Ганди Адольфу Гитлеру. Первое было написано еще до начала Второй мировой войны, второе было написано вот когда оно только началось. Но, как мы знаем из истории, Гитлер к Ганде не прислушался, война началась, и в итоге для Гитлера закончилась сами знаете как. За фразу в начале письма «Дорогой друг», кстати, Ганди очень потом многие обвиняли, но он пытался разумить. Кстати, можете почитать в описании, я два текста вам оставлю. Махатма Ганди — человек, о великом пути которого за несколько минут рассказать очень сложно. Но надеюсь, что вот такой вот краткий обзор, он позволит подтолкнуть вас к изучению жизни этого фантастического человека. Человека, который пытался научить мир отбросить насилие, и который смог добиться своей цели, освободил Индию. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, в общем-то ждите новые выпуски, они будут очень скоро. Будем чаще говорить об исторических персонажах, будем говорить о исторических периодах. Следующий у нас, кстати, на очереди Петр Первый. Не пропустите. Увидимся, услышимся. Всем пока.